Доброе утро, Марина! Здравствуйте! Не с пустыми руками к вам я пришел, а с вафельными штучками. Вот штучки это подходит слово, а иначе как назвать, правда? Это какие-то у нас будут... Расскажите, что мы сегодня с вами готовим. Так, вы знаете, что я подумала, вот я люблю много и по-быстрому, вот так вот, я не люблю долго-долго что-то готовить. Согласен. Вот есть женщины, которые стоят часами у плиты, я не могу, мне надо приготовить быстро. Я сколько раз видел, когда женщина стоит часами у плиты, она стоит, уже нечего, она вот нечего, она прямо руки кладет в кастрюлю и варится. Мы не будем так делать. И лавровый лист туда кладет, и все, мы не будем так делать. Значит, я предлагаю приготовить пирог с баклажанами, красиво звучит, правда? Пирог с баклажанами, очень красиво. А остальное, походу, мы с вами полностью, так сказать, вооружены. Все, Марина, я готов. Тесто есть, что нужно? Быстро. Значит, давайте противень сразу. Сразу противень? Молниеносно. Духовка разогревается. Отлично, отлично. Так, кладем это так называемое тесто прямо сразу сюда, чего тянуть? Прямо на бумаге? Да, прямо на бумаге. Прямо на бумаге? Развернули и положили. Да, лишь бы поместилось. Это идеально. Идеально тесто. Просто, понимаете, да, как все рассчитывается. Давайте я позволю себе быстро. Значит, надо почистить эти баклажаны, порезать помидоры. Значит, мне нужен сыр. Варень, сыр в холодильнике? Да, я знаю, я уже все поняла. Порезать баклажаны, почистить как баклажаны? Сейчас все покажу. Вы знаете что, вообще я их не чищу, но я не знаю, как у вас духовка, поэтому давайте перестрахуемся. Да, вот так. Вот так? Да, вот так. Чищу баклажаны. Давайте вы тогда ими займитесь, вы их почистите, и кольцами надо порезать. Кольца какой толщины? На ваш вкус лучше тоньше, чтобы пропеклись. Как приятно, когда женщина говорит, кольца лучше тоньше. Вот это так здорово все-таки, да? Обычно говорят женщины, знаете, мне, вот будьте любезны, вот это, как это же на ногу. Давайте, давайте. Ну, мы сейчас на другом. У меня есть товарищ, который... Дайте дощечку, раз возьмите. Он, когда женился, он вообще, он, во-первых, когда как-то покупал, не думал, что женится. Ну, правильно, конечно. Сколько? Ну, баклажан, ну, до одного хватит. Один хватит 100%. Один хватит 100%. А я тогда помидорами займусь, ладно? Займитесь, пожалуйста, помидорами. Вообще, я вам хочу сказать, Иван, что, конечно, нигде... Это вообще одесский рецепт. Вот, Тоня, посмотрите, вот так. Ну, потоньше. Вот так. Ну, вот, ну, еще вот так, вот так вот идеально, да. Вообще, нигде так не любят баклажаны, как в Одессе. Синенькие. Синенькие, понимаете? Почему синенькие? Они синюшные. Они тут синенькие, с какой нежностью, правильно? Вот у нас в Ленинграде синенькими называли артистов театра комедии. Ну, это не только у вас в Ленинграде. А где нож мне взять, скажите, пожалуйста? А нож, прошу вас, помидоры. Такой хороший, как у вас тоже, чтобы помидорки... У нас нож находится в оружейной. Да. Вот оружейная палата. Смотрите, керамические. Ножи самураду. Я попробую, ну, хорошо. Единственное, что нельзя бросать его в танк. А где танк? Там, разобьется. Потому что так, значит, смотрите, я вот так, да? Все хорошо делаю. Отлично. Я делаю то же самое с помидорами. Так же тоненько нарезаем помидорами. Так же, ну, можно и под... Такой овощной пирог. Ну, да. Слушайте, ну, вкусно. Вы знаете, это вкусно, это красиво. А потом это... Я вообще люблю так, вот в гости пришли внезапно, да? Хотя сейчас так, наверное, не ходят. Марина, вот действительно, вот вы замечали, что раньше как-то... Ну, понятно, сейчас рестораны... Скажите, а как мы ходили друг к другу в гости? Мы ходили в гости друг к другу. Понимаете? Я просто, я помню, я всегда ходил, никогда не приглашал, и все время ходил, ходил. Вот, видите как. Я даже, когда вот мне давали деньги в карман, я сразу их клал уже в тумбочку, и сразу ходил в гости. Вот, а сейчас как-то мало. Ну, да. Ну, вот часто к вам ходят гости? Ну, к сожалению, редко, особенно в последнее время, потому что у меня ребенку 7 месяцев, поэтому, понимаете, я не очень зову в гости. Даже если приходят внезапно, я их не пускаю. Говорю, вот нет, и все, закрывай дверь. У меня, знаете, когда мне было 7 месяцев, я помню, это как сейчас. Ну, другие были времена, Иван, ну что вы сравниваете? Просто мама с папой звали гостей сразу, и давали им, смотрите, какой ребенок, и сами убегали быстро. Ну, другое же было время. Я так до 8 лет с чужими людьми. Да, 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 ну, а сейчас все по-другому, поэтому редко. Ну, ничего. Смотрите, все, я считаю, что хватит. И я так считаю. Еще можете лук порезать. Лук как, кольцами так же? Да, а поменьше, нет? А вот давайте эту маленькую. Малышку, вот эту, прямо колечками, да? Милую малышку, да, вот так, отличненько. Вот, так что это одесский рецепт. Я сейчас недавно была в Одессе. Расскажите, что вы там делаете? Слушайте, ну, знаете, что, все говорят там, что Одесса не та, Одесса не та, да та она на самом деле. Вот я была на гастролях, приезжаем в отель, хорошая очень гостиница, встречает женщину внизу. Ну, знаете, бывает, вот видишь человека, ну, она не в настроении, ну, может быть, она не выспалась там, да, или что. А я возьми, да и скажи, а вот если есть, можно мне номер с видом на море, она мне говорит, ага, на море и обратно, сказала она мне. Красиво. Я говорю, может, я что-то, понимаете, не только, да, слушайте. Я потом к ней подхожу, думаю, ну, что ж такое, чего она меня так не возлюбила. Я говорю, я вас чем-то обидела, и почему так ответили? Она говорит, так моря же нет. Я говорю, а где оно? Она говорит, так оно же замерзло. Что на него смотреть? Вы понимаете, и ведь логика железная, ну, железная, понимаете, а говорят, Одесса не та. Одесса та. Все то. Поэтому мы с вами, одесский пирог, так, значит, я буду рассказывать, что я делаю. Давайте. Нам нужно на наше замечательное тесто, вот это вот, давайте Можно я, позвольте, я уберу то, что украшает помидор, но не кухня. Да, значит, первое слое мы кладем сыр. Брынзочка? Ну, можно брынзочку. А это что такое? Это фитаксо. Фитаксочка? Да, да, да. Она, как-то, вы знаете, я привыкла, может быть, есть и другие варианты, но уж замечательный. Да? Да, мне очень нравится. Марин, ну вот вы не зря это сказали. Не очень. Вы дождитесь конца передачи, дождитесь? Ну, конечно, я намекаю, да. Дождитесь конца передачи, вот у нас ноги уходят. Да? Слушай, вы меня пугаете, я у вас была лет пять назад. Да вы были, конечно, мы все помним, у нас ноги уходят. Я вообще не хотела уходить, помните? Я помню. Вы меня гоните, а я говорю, не уйду. Я помню, мы с вами шесть программ стоим. Ну, понимаете, и все, я борщ варила, а все в чем, потому что я не могла его доварить никак, это не получалось. Хорошо, что выкладываете? Так, сейчас я закончу с сыром. Оливочки. Оливочки в самом финале. Так, поехали. Поехали. Итак, ну давай пирожок, не подведи, ладно? Ну давай пирожок, не подведи, дурачок. Да, да, да. Ну это такой пирожок прямо нажористый. Нажористый, красивый. Сырком. Значит, вот первый слой мы выкладываем. Сыр. Сыр, да. Сейчас мы пирожок поставим и займемся другими вещами. Разных вещей готовить. Почему? Я когда-то была в Израиле, у меня так случилось, что мой дедушка в 72 года влюбился. Причем так, что уехал из страны, женился. Вы шутите. Клянусь вам. Как будто бы про моего дедушку. Правда, да? У нас разные дедушки. Но он в течение всех 72 лет это делал. Ну и... У него, как говорится, знаете... Ну мой тоже, но в 72 он в дело уехал в Израиль. Видите? Вот со своей женой. И потом я поехала, деда уже не было, я поехала к нему на могилу и остановилась у его бывшей жены. Чара Исаакна замечательная женщина, но она очень бережливая. Очень. Да что вы, чтобы в Израиле. Ну да, понимаете. Это вот удивительный такой вот бывает факт. Да. И она, собственно, не очень у нее даже... Еще кусочек. Ага. Получалось это скрывать. И вот я неделю у нее жила, и, ну, все время была голодная. Потому что бережливости, так сказать, не было. Потому что бережливости дедушки уже нет. Да, да, да. Чего, как говорится, перед его родственниками. И вдруг в последний день она накрывает, ну, роскошный совершенно стол. Ну, просто, ну, изобилие такое, знаете, вот как мы умеем. Израильская. Да, настоящая. Да, сейчас доскажу. Значит, второй слой баклажаны. Давайте вместе. Давайте пойдем. Ну, 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 художественно будем это делать. Ну, вот. Ну, роскошный. Там, значит, и рыба фарширована. Вау. Ну, все как мы можем. Ах, это вкусно очень. Да, да. И всякие селедочки, и что там только такое. Ой, фаршмачок. Да, и фаршмачок русского, такой еврейский стол. И я говорю, Чарльз, как, ну, зачем же вы, ну, так много времени потратили, и сил, и денег? Она говорит, потому что я не могу, чтобы ты уехала и подумала, что я жадная. Красиво, да? Да, красиво. Поэтому, я считаю, готовить надо много. Надо подготовить, как в последний раз. Совершенно верно. Так, положили. Положили. Помидоры пошли. Давайте так же на пару будем. Давайте так же аккуратненько потечет все. Мы с вами сработали. Не потечет, Марина? Не, не потечет. Точно? А потечет, пропитает, понимаете? Я боюсь, что противень может впитать себе много. Ну, слушайте, значит, это будет лишнее, не жалейте. Не жалеем, нет, бумагу залейте. Нет, все. Вот, да. Выкладываем. Давайте, вы не спорьте. Давайте. Я с вами, послушайте. Вы не спорьте, вы выкладываете, знаете, как будто бы вот и все. А, да, можно так. Ну, все сделали. Все готово. Теперь лучок, ваш красивый лучок. А лучка точно не кладут? Нет, его надо чуть-чуть. А-а-а. Делаем вот так вот, да. Такую штучку мы сделаем. Понимаете, он для запаха в основном. Лук всегда для запаха в основном, но не для вкуса же. И теперь основная история в этом пироге – это тимьян. Потому что он дает тот самый вкус, который, вот, 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 который, который должен быть. Тимьян. Да, тимьян. Милый тимьян. Милый, замечательный. Милый, ой, какой. Да, красавец. Тимьян красавец. Да, да. Давайте, помогите. Вот не то, что все деревья урода, а вот тимьян красавец. Да. Давайте вот с ним вот так. Ой, вы искусительница. Вот так. Какая. Вот так. Ой, я бы на этот пирог даже бы и прилег. Не надо, ну зачем вы так? Конечно. Не надо. Мы его сначала съедим. Так, давайте мы его сначала съедим. Так, Иван, смотрите, по идее нужно немножко края поднять. Но у нас ничего не поднимется, и это не страшно. У нас ничего не поднимется, и это не страшно. Это девиз нашего сельского хозяйства. Так. Ну, в общем, в общем, я думаю, что... Прекрасно. Марина, ну на самом деле изысканно. Знаете, вот я, я клянусь вам, что я свято верю в несколько вещей. Одна из них – это то, что если блюдо аппетитно выглядит, даже в сыром виде, оно будет вкусной галей. Да, не так кажется. Согласны? Да. Поэтому я на 400 поставил духовку. Сейчас поставим, вынимаем уголь и растираем им стены. Все. Давайте, правда, насколько вы поставили. Без соли, без... А, там же сыр. Да, не надо. Значит, посмотрите, 200 градусов. Посмотрите. Ну, давайте 180, так. Значит, для начала. Для начала 180, так? Да. Говорят все артисты, когда заходят в ресторан на банкеры. Да. Все, посерединочке. Для начала 180, а там посмотрим. Так, Иван, давайте... Марина, так, дайте мне две секунды. У меня важный момент. Пожалуйста. Во-первых, я должен съесть одну оливку. Прекрасно. Так. Устали? Не доставать пока, да? Доставайте. Можно? Давайте. Доставайте. Я на секунду вас оставлю. У нас короткая. Хорошо. Реклама на первом канале. После того, как мы закончим эту рекламу и паузу с вами смотреть, мы узнаем, что фитакса в переводе с французского означает «Первая жена Афанасия Фета». Полилилилилию в виде стрелиюлью и илью. Дмитрий Быков. Пищевое отравление. Дорогие друзья, с матом на первом канале. У нас в гостях сегодня Марина Магирецкая, которая творожок достала. Блюдо номер два. Да, значит, Иван, надо порезать мяту. Меленько. Мяточка, мяточка. Мяточка. Слушай, а вы пьете? Все, вот такой вопрос. Я пью. Вот правильно. Я пью. Мяту я не уведу, конечно. И ее, конечно. Потому что приходили вот артистки. Да, и что? Я задал вопрос, конечно, ну, как говорится. Давайте-ка я вам помогу. Давайте. Значит, мы листики мяты. Нам просто листики мяты. Листики. Это замечательное блюдо. Оно очень быстрое. Готовится, во-первых. А во-вторых, прекрасная закуска, ну, допустим, красному вину. Вот если, опять же, внезапные гости пришли, которые сейчас не приходят. Пришли внезапные гости с красным вином. Ну, да, да. То это можно очень быстро сделать. И это и мило, и вкусно, и, не знаю, мне кажется, красиво. А главное, Иван, что? Полезно. Полезно. Понимаете? Конечно. Это вообще армянское блюдо. Я люблю армянскую кухню. Вы любите армянскую кухню? А грузинскую? Меньше. Меньше. Ну, мне как-то так просто повезло. У меня помощница по дому. Другие годы была армянка. Была армянка. Подруга у меня армянка. Так что, в общем, бывший муж армянин. Смышляет, что ты скажешь? Бывший муж грузин, поэтому люблю армянскую кухню. Скажите. Да. А чем отличается? Вот я всегда хотел узнать, чем отличается грузинская кухня от армянской. Ну, как чем? Тем, что одна грузинская, вторая армянская. Молодец, правильно. Так, поехали. Так, теперь режем это дело мелко-мелко. Давайте. Меленько-меленько. Меленько-меленько. А я пока достану сливки, которые у вас я летомила. Сливочки. Сливочки. Мы берем мяту, мелко-мелко ее. Как вы это делаете? Только еще мельче. Ну, я сейчас все прямо вообще... Вот я так могу мелко нарезать, что это просочится. Что я не увижу ее. Сквозь доску просочится. Ну, это излишне. Но стремитесь к этому. Так. Так. Есть. Так, Марина, значит, порезано мята. Все, мята готовы. Мята порезано, все готово. Прекрасно. Значит, теперь творожок. Ну, он, знаете, лучше в него добавить сливок. Сливочки. Тогда, да, да, сливочки. Если они густые, совершенно не страшно. А, красота. А, 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 а. То, что нужно, да? Какая прелесть. Прелесть. Ну, я думаю, хватит. Достаточно. Так, да. Знаете, что, вилочку мне можно? А, вилочку, пожалуйста. Прошу вас. Так, а ложечку я... А, ложечку вы пока мне отдайте. С удовольствием. А я ложечку эту, вот для нее место специальное. Так, теперь соль мне нужна. Соль мелкая? Соль, соль, соль мелкая, да, мелкая. А давайте я вот такой прямо намелю вам соль. Давайте, давайте. Вот прям даже не скромничайте, а так вот мелите себе и мелите. Еще. Ну, наверное, хватит для начала, хватит. Если что, мы добавим. Угу. Так, можно еще сливочек. Еще сливочек. Что еще можно туда добавить? Мы сейчас добавим туда мяту. Мята, соль, сливки, творог. Да, разложим по корзиночкам. Это так вкусно. Ну, это изумительно. Это армянская корзиночка. Армянская корзиночка. Армянская корзиночка. Да, да, да. Такая, та самая знаменитая армянская корзиночка. Да. Так, добавим сюда мята. Армянская корзиночка, в тебе есть все давно. Я где-то была на гастрюлях И заказала себе греческий салат Думаю, ну это то, что Знаете, потому что иногда приходишь В ресторан, ну в каком-нибудь городе И совершенно не понимаешь, что тебя там ждет Смотря какой город Ну почти любой Ну просто если это Афина, то в принципе можно ждать Мы пока туда не ездим На гастролях в Афинах как-то не очень идет Подождите, кризис только начался Ну да, вот так, поэтому есть надежда Безусловно И когда принесли салат, я увидела в нем Мясо, курицу Ну в общем все, что можно только себе придумать Я так подумала, знаете, наверное по принципу, что в Греции все есть В Греции все место туда кладут Да, наверное так Многие кладут туда мифы Древней Греции Ну да, я вообще стараюсь, знаете, теперь Вот только заказывать самые простые А вот что, кстати, Марина, вот вы ездите на гастролях Приезжайте в город Первый раз приходите в ресторан Ну во-первых, Иван, я вам хочу сказать, что я Есть какие-то рецепты, вот чтобы Есть, огромная сумка с собой Которая всегда есть Чернослив, орехи Курага, изюм То, что даже если я ничего не выберу, я не умру с голода Меня, кстати, к этому приучила Ига Владимировна Волкова Которая, знаете, всегда на гастроли ездит с огромной сумкой И я первое время не понимала зачем У нее есть там все Абсолютно Ольга Волкова, вот перед спектаклем стоит Чернослив, орехи Девочка, подходит Начинает лекарство и заканчивая халатом, который она надевает за сцену И она говорила, учись Вот это профессионально, когда ты абсолютно подкован Давайте какую-нибудь емкость, чтобы мы с вами красиво идти А вот смотрите, у меня есть такая идея А у меня для этого есть такая небольшая идея А вот такая Какая небольшая? Небольшая, отличная идея Прекрасная, да? Тогда, знаете, давайте художественно в каждую листик мяты Вот, и это будет Это будет красиво Правильно, да А вы имеете в виду вот так, как маленький парус? Да, конечно же, да Вот, поэтому я заказываю то, что испортить сложно Понимаете, кусок мяса жареного Ну, всегда надеешься, что оно свежее Ну, что-нибудь такое вот простое Всегда надеешься, что оно свежее, и оно действительно практически всегда свежее Ну, вот я однажды заказала кофе в зернах Вот вы смеетесь Кофе в зернах просто поесть? Да, но на меня посмотрели, как-то они говорят Я говорю, хочу кофе Вам какой? Какой бутылецкий, да? Ну, я говорю, мне в зернах Ну, мне принесли в зернах вот чашка, а там зерна Я клянусь вам, ну, клянусь Знаете, а там зерна Ну, они очень хотели Хорошо, что они чашкой с землей принесли Они думают, ну, артисты, но они же немножко прибабаханные Мало ли, что они там хотят Они говорят, вот все-таки они в Москве Ничего не соображают Поэтому я тебе, конечно, что-то заказываю, я сто раз думаю Или фаршированная рыба однажды Вот, кстати, фаршированная рыба Приносит рыбу, а в ней внутри свиной фарш Я говорю, а почему? Они говорят, рыба перед смертью? Нет, нет, нет Они говорят, ну, рыба же фаршированная Набросилась на хавронию Она у нас с фаршем Потому что она фаршированная Но ведь есть же в этом логика А вы хотели там увидеть Какая-то есть, наверное, в этом логике Лимон Вот, да, так что надо очень аккуратно Ну, это сложно очень, да Лучше с собой курагу, орехи Вот это вот надежнее Мед, вот всегда у меня Поэтому я с большой сумкой Мед, курага, орехи То есть такие полезные продукты Ну, да, и главное, именно едаешься Знаете, как художественно, верно? Очень красиво Да, сейчас еще вот пару корзиночек И пойдем дальше Зачем вы это сделали? Вот так вот все Как? Ну, это некрасиво Ну, вы же художник Я? Ну, вы же художник Не художник Мой друг, художник и поэт Смотрите Оп! Оп! Ну, вот другой калинкор А то что это? Вот, конечно То нас обвинят, что мы испортили армянское блюдо Зачем нам это с вами надо? Нам только этого не хватало Давайте будем, причем, как-то серьезнее Давайте будем серьезнее Да Хотя я бы сделал по-разному Он тоже вот Нет, имеет право быть Вы придаете много значения Этому, мне кажется Вы же сами сказали Что если хорошо выглядит, значит вкусно Поэтому давайте придерживаться Вашей формулировки Ну, все, Иван, по-моему Да все, хватит нам Ну, что, давайте, наверное, пока чай заварим А давайте заварим чай У нас реклама вышла Образ твой Мучительный и зыбкий Я не мог в тумане осязать Господи Сказал я по ошибке Бросившись свинину обнимать Осип Мандельштам С марки У нас гостя сегодня Марина Магелевская Мы с Мариной приготовили Армянские корзиночки Пирожок Овощной, одесский Готовится Чем будем запивать? Давайте чаек Чем будем запивать? Это риторический вопрос С Мариной Чем будем запивать? Да не запивать, а закусывать Будем чаем Хотите? Давайте Смотрите, а что если мы используем Вот этот чайник Вы знаете, это будет очень удобно Потому что чай у нас будет непростой А с фруктами И в нем, в этом чайнике Очень удобно будет отсюда Что, прям туда фрукты будут засунуть? Ну, а что вы против? Есть рассыпчатая заварка Подходит? Смотрите Прекрасно Доставайте за эту пимпочку Вот, все Ставьте на дощечку Вот, смотрите Вот сюда Кладите Чаечку Заварочка Заварочка Мы не мелочим Нет Так, закрываем Ну, дальше Вот это даже не обязательно Закрыли Вот, прекрасно До щелчка Дай за пимпочку, вот удобнее За пимпочку, конечно Удобнее гораздо Так И все И, знаете, даже не надо Он сейчас сам опустится Смотрите, он просто схватывает Просто магнит, смотрите Конечно Смотрите Ну вот Оп, видите, смотрите Оп Вам удалось Хватает Закрывайте и включаем Заварка заварится А это мы приготовим Смотрите, он сейчас сам Будет пускаться Ребята, это все Это фантастик 35 градусов температура воды Прекрасно Это космический аппарат Как в отелях пишут Температура воды 35 градусов Можно купаться Вот можно маленького человека Туда запустить поплавать Так, Марина, что делать? Да, надо вот Почистить апельсин Давайте И мне опять нужен нож А я вам сейчас вот этот отдам Потому что я Вы уверены, что вы справитесь дальше Я почищу апельсин Одна секунда Смотрите Что тут его чистить? Я же умелый А еще хороший чай Приятная штука, правда? Хороший чай? Давайте даже не чай Давайте сделаем Такой вот чайный напиток Это скажите А знаете, я вам что хочу сказать, Марина А я вот обожаю Еще такие апельсины Которые чистятся как мандарины Сочные Да, да, да Душистый аромат И очень легко чистится Скажите, корица нужна нам? Нужна Корица у нас есть? Есть Прекрасно Так, много не будем Значит, все Знаете что? Вот обычно Я в такой напиток чайный Вот что есть дома Какие фрукты И ягоды То на самом деле А Ольга Волкова Кладет и сухофрукты И орехи туда Вы знаете, я тоже это делаю Между прочим Очень даже тоже может быть А некоторые кладут даже Железнодорожный билет Так, давайте Чтобы привкус путешествий был Не покидал Чтобы тайгой немножко пахло У меня отец лыжную мать заваривал Ну, на самом деле Заварить можно все А в такой чайник Отец однажды такую кашу заварил С теми кореянками Давайте, ребята, снимать программу Нам нужно будет подготовить Оливки и маслины для пирога А давайте их туда уже заложим А что? Вот сейчас уже А чего? Ну, их нужно порезать Сейчас мы это сделаем Давайте целиком Экономим время Можно и так Но у нас все-таки Небольшой запас времени есть Давайте порежем Порежем? Давайте, да Да, уже запашок, запашок, пошел Запашок, пошел Да Просто такими маленькими колечками Колечко, колечко, кольцо Видите, уже видим Процесс, процесс там и делаем Давно это было Давно Помните такая песня? Да Мне очень нравилось всегда Когда слово кольцо Рифмовалось со словом Давно Ну, вот видите, как все у нас вовремя Скажите, а черный тоже режем? Да, да, да Ну, еще парочку и уже будет достаточно Чайник закипает Да Вообще, имея такой чайник, можно ничего больше не иметь Слушайте, во-первых, можно Очень выгодная история Я вам хочу сказать так Имея такой чайник, можно не жениться Теперь мы можем Так, как бы я с вами давайте Ну, ладно, давайте закончим с пирогом Подождите, вот он погрузился и стал завариваться, да? Да, да И что, мы туда уже будем вот это класть? Сейчас он поднимется, мы вытащим эту штучку И наполним ее фруктами Наполним фруктами А позвольте ли мне пока Марина Да, Иван Позвольте ли мне пока Да, ставь пирог И посыпать Украсьте его И украсьте его На! Еще каких-то Ой, Марина, посмотрите Ну что, да Ну, а запах? Ну, ну, да, да, да А запах, а запах Да А запах, он там все Так, и еще тимьянчику Давайте в эти штучки А мне кажется, с тимьянчиком там все Вы думаете, хватит? Да, да, да Конечно Правда? Перебьем вкус Не, я вам верю, честно Перебьем вкус Ну, а знаете, что у меня все-таки видится? Что немножко подсолить надо сверху Подсолить? Мы сейчас подсолим, конечно Да Так, да И можно еще, может, маслицем вашим знаменитым Алифовым, а? Наша маслица знаменитая Она же, она же придаст, придаст Наша масло еще принимала в вечеринках, участие в вечеринках московского рок-клуба Ну, все, давайте тогда льем, тогда льем Так Да Давайте обратно его туда Обратно, все, да? Подсолить, подсолить Подсолить Вот так, люстим движением Раз, так, да Вот так Все, 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 все Не, ну, прям так Вы увлеклись Крупненько, крупненько Вот сейчас пошел, чувствуете запах? Да пошел, конечно Ну, а куда он? Ну, вот сейчас пошел Да Раз, два, три Сделали Поехали Займемся чаем Смотрите Да Более того, все удобно придумано Для того, чтобы, посмотрите, раз Не обжечься Мы вынимаем, раз Вынули эту корзиночку Да И теперь давайте туда Ставим это сюда А мы, скажите, будем вынимать вот эту чаинку? А мы теперь не будем вообще туда это возвращать А мы прямо так? Да, мы безвозвратно это забрали И это ни в коем случае кипятить не будем Это просто заварится Конечно Да Так, корица, корица, корица 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 А вот корица же, вот она Ой, спасибо, я не увидела Да, все готово Да, корица Туда, все И ягодки Ягодки туда Ой, это будет вкусно Ну что это будет за жизнь такая А вы говорите, вино, вино А балаврушечка туда Ну, нет А можно туда налить А вот если рома сейчас туда плеснуть, два стаканяры Ну, тогда зачем нам это, понимаете? Как это все вместе? Что вы видите зашли? А что такое? А мы пьем вот тут часть ягодки Мед, мед, мед Мед прямо туда? Да, да, да Да, давай ложечку Ложечку Медку Да, и все нам соединит Соединит Все, мед нам все соединит Да, да, да Да, да, давай, мед Ей pequeña гроху в воскресенье Мед нам все соединит Слушайте, и еще имбирь И имбиря Вот маленький кусочек Вот маленький Вот такой кусочек имбиря Сейчас мы его вот так Вот так рассоединим Так пополам Все, и туда имбирек И закрыли Да И закрыли И забыли И забыли И смотрите, и он стоит ведь И, и, Иван Сейчас мы ведем порядок, и, собственно, мы готовы. Мы готовы. Тогда давайте я быстро рецепт подогашу. Давай. Пирог. Мы берем тесто, слоеное, недрожжевое тесто. Прямо на бумаге, раскатываем на противень. Его можно готовить. Я покупаю готовое. Готовое тесто. Хорошее тесто. Сверху кладем сыр фитакса. Тонко порезанный. Сверху кладем тонко порезанный баклажан. Можно почистить. Ну, лучше чистить он. Тонко порезанный помидор спелый, хороший. Потом кладем тонко порезанные колечки лука. Так, разбиваем. Все это. Ставим в духовочку. Не-не-не, тимьян. Тимьян, конечно. Тимьян. Можно чуть-чуть соль. Духовочка. Потом перед самым уже выходом из духовочки оливочек туда немножко порезали. Еще немножко солью. Вот чуть тимьяном, оливковым маслям. Все готово. Сливки, творог и мята смешиваются вместе с солью в одной емкость и наполняются рожки вафельные этим. Ну, пусть это так называются. Называются рожки. Называются рожки. Поехали, друзья. Важный момент. Вот он, король всех пирогов. Отец всех пирогов. Ну, я надеюсь, что... Вот в честь кого улицу назвали Большая Пироговская. Да, совершенно верно. Я на Ежеву, кстати. Вот. Поэтому я здесь, да. А Малая Пироговка – это уже так в честь хирурга. Да. А вот Большая – в честь пирога. Иван, давайте его разрежем. А давайте мы его разрежем. Давайте. Разрезайте все. Небольшие. Отлично, Марина. Все, я не спорю. Не, Иван, здесь все пропеклось. Ну, а что? Извини, что я так, я просто решаю. Ничего, все, вот смотрите. Стойте, 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 стойте. Это? Ай! Посмотрите, как ребята. Посмотрите, как дело-то. Нет, сейчас он горячий, горячий, горячий. Марина, все нормально. Удалось. 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 Так. По армянской корзиночке? По армянской корзиночке имеем право взять. А вообще, Света, хорошо с красным вином, но поскольку у нас чай, да, давайте мы с чаечком. Идет пасхальная неделя. И мы чайку, смотрите, он заварился. Да. Ой, аромат. Ой, аромат. Как говорится. И все это очень быстро, очень легко. А можно, знаете, что сделать? Смотрите, я хочу вам предложить вот такую вот вещь сделать. Смотрите. Раз. Пару ягодок. Отлично. Оп, все. Да, сейчас я и вам. Дайте чашечку. Даю. И вот так вот раз, и оп. Все. Красота. Давайте начнем. Ну да, приятного. Приятного аппетита. Да. Отведаем ко мне кусочек пирожка. Вот он маленький. А вот знаете, я врать не буду вам, а я рукой. Вот мне, честно, кажется, только не обождитесь. А я рукой, а я... Это правильно для такого пирога. Вот правильно это. Да, оно, оно, ну вот, прекрасно. Слушайте, это очень вкусно. В этом есть нотка Одессы. Давайте за Одессу, получается. Давайте за Одессу. За Одессу с ее пирогами. Давайте за Одессу, за Армению. Получается так. Пьем за все. Вот за все, хорошее. За актерскую профессию. Ой, какой душистый. И в этот самый момент армянская корзиночка, словно... И сразу вот и утро удалось, правда? Вот такие ароматы, утро удалось. Слушайте, а это вещь. Ну, скажите, вот элементарно, а как вкусно. Сказать, свежая. Да, да. И всегда, понимаете, гости пришли, опять у тебя ничего нет. А вы им бах, корзиночки, и все, никаких претензий. Марина. Да, в общем, Иван, кому мы не зря с вами... Мы не зря с вами сейчас делали, но есть у нас очень важная миссия. Ага. Смотрите, для вас. Во-первых, от нашего спонсора корзина душистого ароматного цейлонского чая Акбар, который является неисчекаемым источником бодрости и энергии хорошего Марина настроения. Спасибо огромное. Это первое. Теперь от нашего спонсора. Ножи самура. Это которые мне понравились. Пирамические заточки, эти ножи не нуждаются. На вашей кухне будете готовить? Да. А вы будете готовить? Конечно. Мало ли что прольете. От нашего спонсора высококачественная бытовая химия от Топ Хаус. Выбирайте технику, а техника выбирает Топ Хаус, как говорится. Огромная. И это еще не все. Специально от нашего спонсора вам уникальная вещь. Этот чайник все сделает без вас. Чайник. Борг, который сам заваривает чайник. Сам. У нас сегодня в гостях была Марина Могилевская, которая накормила, напоила и подняла на всем настроение. Марина Могилевская, спасибо. Я вернусь. Спасибо вам. Все это попробуем доесть. У нас сейчас будет, ну, ребята, короткая пауза, там, несколько дней каких-то. Все это. В общем, друзья, смотрите нас в следующий раз и вы узнаете, что мюсли в переводе с венгерского означает инесса. Это не то, что ты думаешь. Это мы просто репетируем. Спасибо.